Всем привет, вы на канале Суперкит. 6 лет назад я приобрел жесткий диск Toshiba на 2 ТБ. На него был обзор в свое время. В принципе, данная модель по сей день актуальна и выпускается производителем. Причем в разных версиях по объему и 1, и 2, и 4 ТБ. Так что выбрать есть из чего. Я пользовался не часто, так как моя главная цель использования внешнего жесткого диска это не что иное, как просто дубликат информации. Таким образом, все сводилось к банальному стиранию и новой записи обновленной информации где-то раз в 4 месяца. Претензий в работе я не предъявляю, никаких проблем не было вообще. Ни отвалов, ни потери информации, ни проседания скоростей, ни чего-либо еще, о чем иногда пишут в комментариях к любым жестким дискам любого производителя. Из пожеланий к новому диску это объем не менее 4 ТБ и наличие у новой модели порта USB Type-C. И этот порт, как ни странно, это большая проблема. Точнее сказать, отсутствие данного порта. Очень странно, что данный порт в 2025 году буквально везде, но этот прогресс никак не доходит до жестких дисков. По факту, модели с портом Type-C, конечно же, есть. Но этих моделей мизер. Есть даже уникальные случаи, когда одна и та же модель выпускается как с microUSB, так и с Type-C. Но поскольку Transcend сами диски не производит, а закупает их у оставшихся трех производителей, то может выйти так, что там окажется Western Digital, что меня не устраивает. В этом смысле производители внешних жестких дисков Western Digital, Seagate и Toshiba как бы гарантируют, что внутри их внешних жестких дисков будет их собственный продукт. Сначала мне до души припала модель Seagate Ultra Touch. Но как только я определился и решился на покупку, она просто пропала наглухо из продажи. Пришлось мириться с microUSB на новом накопителе. Опять взор обратил к Toshiba и выбирал среди трех моделей. Среди них такие была модель из серии Basics, какая и была у меня ранее, но на 2 терабайта. Advance, на котором и остановился в итоге, а также Flex. На последнюю модель гарантия 3 года. На первые две модели гарантия 2 года. По найденной информации в интернете, внутри любого из этих внешних дисков установлен одинаковый винчестер. Отличия в комплектации. У модели Flex два кабеля в комплекте, второй, чтобы можно было подключить не только к компьютеру, но и к смартфону. Модель Advance работает с программой для резервного копирования данных от Toshiba, которая скачивается по уже заготовленному ярлыку со ссылкой на сайт производителя диска, который записан прямо на диск. Ну и Basics самый простой, что в общем и соответствует его названию. Модель Advance на вид понравилась более чем другие две. Мой первый внешний диск был Silicon Power на 500 гигабайт, но как только я подошел к этой отметке и было понятно, что общий размер всех файлов будет явно больше, продал его и купил с огромным запасом на годы вперед. Тогда и был куплен жесткий диск Toshiba Basics на 2 терабайта. Так и получилось, диск на 2 терабайта пробыл у меня 6 лет и исправно исполнял свою миссию. Никаких технических проблем с ним не было. Однако такая же причина для смены диска и сейчас. Суммарный объем моих файлов перевалил за 1,5 терабайта, а емкость диска после форматирования всего лишь немногим более чем 1,8 терабайта. Дожидаться совсем уж 100% заполнения нет смысла и старый винчестер я продал, а новый купил. Емкость нового 4 терабайта, диск уже инициализирован и как и в прошлый раз инструкция и ссылки на ПО как раз на него и были уже записаны. Скорость вращения 5400 оборотов в минуту, емкость после форматирования 3,63 терабайта. Судя по информации из программы диск работает в стандарте SATA 2. Модель диска указана в разных программах. Google с чатом говорят, что такой диск имеет кэш 128 мегабайт. Толщина именно диска 15 мм, а вместе с карманом 19 мм. Да, хоть и размер диска 2,5 дюйма считается ноутбучным, но если вытащить из кармана, то в ноутбук его бы не получилось установить, так как ноутбуки были рассчитаны на установку дисков максимальной толщины 9 мм. А толщиной 9 мм бывают диски с максимальным объемом лишь в 2 терабайта. Все, что более 2 терабайт, имеет толщину 15 мм. Это если вообще есть разъем SATA у него, так как для минимизации размеров, очень часто на таких дисках плата стоит в варианте сразу с портом USB, а не SATA. Просторы интернета помогают увидеть, как выглядит диск, который прячется внутри черно-белого кармана. Оказывается, что у Toshiba существует более чем одна модель диска с такой емкостью и такого же форм-фактора. Данный диск имеет технологию записи SMR. Существует в нескольких цветах, модель бывает на 1, 2 и 4 терабайта. Гарантия от магазина 2 года. Подключение не вызывает проблем, все штекеры подключаются к своим разъемам. В данном видео я не буду тестировать через порт USB 2.0. Сразу скажу, что на практике потолок такого порта по пропускной способности около 40 мегабайт в секунду, что заметно ниже возможностей жесткого диска. Да и компов уже не особо и осталось, у которых нет USB 3.0. При подключении к USB 3.0 винчестер сразу готов к работе, о чем свидетельствует индикация на пластиковом корпусе. Кстати, в отличие от предыдущего моего внешнего диска Toshiba Basics, в этом индикатор работы всегда синего цвета, независимо от того, какой порт USB. В уже упомянутом диске на 2 терабайта индикация менялась в цвете при работе от USB 2.0 и 3.0. CrystalDiskMark показал максимальную скорость около 150 мегабайт в секунду. Смарт Виктории как у нового диска. Тест Виктории длился около 11 часов и в самом начале показал несколько зеленых секторов. Что в этом моменте произошло, я не знаю, но я решил отформатировать диск и заново проверить состояние в самом начале, где эти секторы отображались. При новом запуске на тест все зеленые сектора исчезли. Новый тест полностью не проводил, так как по остальным участкам вопросов не было. Сразу после длительного теста открыл CrystalDiskInfo, чтобы зафиксировать температуру. Лишь 35 градусов, при том, что в квартире на момент теста 25 градусов. По-моему, это вполне допустимый вариант. При копировании папки в 100 гигабайт, в которой видеофайлы емкостью от 6 до 9 гигабайт каждый, скорость держалась в интервале от 120 до 134 мегабайт в секунду. Никаких жестких зависаний не обнаружилось. Скорость видна на диаграмме в виде стабильной горизонтальной полоски. При копировании около 12 гигабайт, куда более мелких файлов mp3, в среднем от 3 до 7 мегабайт каждый файл, более ярко выражены перепады скорости. Но в большей части времени при этом копировании скорость была от 85 до 100 мегабайт в секунду. В общем-то, скорости жестких дисков давно уперлись в свои потолки для каждого из стандартов, поэтому данные скорости были ожидаемы. Диск не заработал с моим телевизором. Сложно сказать почему. Может из-за файловой системы NTFS, а может из-за емкости. Не сильно я и пытался. Нет, ну и ладно. Я никогда не использовал внешний диск с телевизором. Хотя, наверное, уже мало кто подключает внешний жесткий диск к телеку, даже среди тех, кто делал это раньше. И вообще, мне кажется, продажи внешних жестких дисков сейчас заметно ниже, чем лет 6 назад. Потому что все, кто хотел, и так уже давно купили внешний винчестер. И, скорее всего, немалого объема. А обновление до емкости в 4-5 терабайт, скорее всего, большинству не понадобится. Поэтому уменьшение использования диска в форм-факторе 2,5 дюйма происходит не только в качестве внутренних, а и в случае использования таких дисков, как внешние накопители. А тут еще и флешки с внешними SSD подпирают дополнительно. Так уж вышло, что в последние годы я покупаю себе диски только от Toshiba. Да и не только себе. Логика проста. Раз все работает, то может и не нужно испытывать судьбу. Хороший бренд, надежное устройство. Раз уже диск новый, то почему бы не купить такому диску и новый чехол для хранения? И купил. А вот из-за отсутствия порта USB Type-C, хочу все-таки упрекнуть. Компании пора бы задуматься над этим уже давно не новшеством. При обзоре модели на 2 терабайта, я говорил, что тот диск был первым такой емкостью у меня. Сейчас вот впервые у меня диск на 4 терабайта. Мне кажется, я все показал, что нужно знать, чтобы склониться или наоборот отказаться от приобретения конкретного устройства. SSD в 4 терабайта слишком дорогие пока что. Кстати, SSD GoodRam на 1 терабайт, обзор которого также был на канале, установлен в компе, который не включался ровно полгода. И никакие данные с него никуда не делись за этот период. Можно, конечно, написать, чтобы я не включал его не полгода, а пару лет. Но я тогда не сильно понимаю, зачем вам нужен диск, если вы его собираетесь не включать годами. Жаль, что у меня нет свободного SSD, который бы вот так записать и положить хотя бы на год-два, чтобы посмотреть, что произойдет с данными через время. На то паникеры приходят в комментарии рассказать про ненадежность SSD, а по факту это теория, которой они начитались, а на практике не проверяли. Тем не менее, несмотря на то, какое у вас устройство для хранения данных, как минимум еще одно для дубликата всегда нужно. Если, конечно, на таком накопителе есть что-то важное. У меня в главном компе установлен пока еще диск на 2 терабайта, он основной хранитель информации и дубликат всего теперь на новом внешнем диске. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok